Здравствуйте, православные! И вот 19 августа, Великий 20 праздник, Преображение Господня. И мы по традиции продолжаем наш цикл ежедневных размышлений над святцами Русской Православной Церкви на площадке Русской Конописной Школы. И вот как мы помним, Господь берет избранных своих учеников, восходит на гору и там пред ними преображается. И ученики его видят Господа беседующим с Ильей и Моисеем. И здесь я обращу ваше внимание на такую вещь, как исполнение закона. Вот закон был дарован израильтянам и трагедия была в том, что закон делает грех видимым, то есть его можно поймать, теперь можно понять, что это плохо, это недостойно и этого следует избегать. Но, с другой стороны, ни у кого не получилось соблюсти закон, кроме, кстати, вот самого Господа, который как вот человек, когда, как хорошо было сказано, не переставая быть тем, кем он был, логос, второе лицо Святой Троицы, стал тем, кем он не был, то есть вычеловечился. То есть вот по человечеству Господь исполнил закон в полной мере. И мы имеем вот этот образец следования правильного понимания закон. Вот. И если мы посмотрим с точки зрения формальной, то смотрите, закон Моисеев, ну на самом деле закон Божий, просто он был преподан через пророка Моисея, да, по закону Моисееву означает не то, что Моисей сел и измыслил у себя из головы, взял и вот очень хорошо и красиво все изложил. Нет. Господь через Моисея, и поэтому закон Моисеев, как вот через кого, через посредника, дал общие правила. И смотрите, что считается верным свидетельством? Верным свидетельством считается минимум наличие двух свидетелей. Потому что, ну допустим, я говорю про кого-то, что вот он недостойный человек, а он, этот самый вот тот, кого я обвиняю, говорит мне, нет, ты заблуждаешься или ты клевещешь. И получается слово против слова. Поэтому юридически недостоверно, если мы имеем всего одного свидетеля. Поэтому должно быть минимум два свидетеля. Господь берет трех учеников, да, то есть с избытком исполнен закон. Если кто-то один скажет, я видел Господа преобразившимся, ему скажут, да перегрелся. А если вот двое или трое, то уже так вот легко не отмахнуться. Дальше. Господь явил свое божество. И посмотрите, приходит Илья, тот, кто исполнял закон ревностный, прославился как великий вот ревнитель закона, простите за тавтологию. И Моисей, через кого закон был дан. То есть вот кто бы увидел отступление от закона, это Моисей, который все это записывал и с которым Господь говорил лицом к лицу. И тоже обратите внимание на эти две фигуры. То есть это и один человек живой и один человек мертвый. Опять два свидетеля. Только вот Илья был взят живым на небо, а Моисей, он умер и сошел в ад, как и вот все, кто сходили в ад, потому что тогда еще искупление, совершенное Христом, не произошло. И те, кто говорят, что да не важно, главное, чтобы человек был хороший. Нет, Господь однозначно говорит, что без крещения войти в Царствие Божие нельзя. И Моисей крещен не был, каким бы он не был великим праведником, каким бы он не был великим пророком и вождем своего народа. И вот, значит, один человек с небес, это Илья, один человек из ада, это Моисей, один человек мертвый, это Моисей, и один человек живой, это Илья, взятый живым на небо. И также слышат они голос отца, который говорит, сей ей сын мой возлюбленный, его послушайте, если мы совместим вот это вот свидетельство отца, да, то есть свидетельство самого Господа, то есть закон исполнен подчеркнуто, аккуратно и неоспоримо. Три свидетеля, потом еще два свидетеля, один с неба, другой из ада, один живой, другой мертвый, плюс глаз отца, только глаз отца при крещении говорит, сей ей сын мой возлюбленный и все, потому что пока еще Господь не проповедовал, то теперь уже говорится о том, что его послушайте, то есть проповедь Господа все-таки уже была. И в этом плане действительно это такое образцовое исполнение закона. Вот автор закона, да, источник, божественный логос, сам же этот закон не разорил, но исполнил. Ну и об этом мы уже говорили год назад, в этот же день, 19 августа, на преображение прошлогоднее, и я стараюсь не повторяться, но можно также найти этот ролик и посмотреть, о чем мы говорили тогда. А на сегодня все, разве что напомню, что готовится еще один проект в рамках русской конописной школы, это будет такой, если угодно, виртуальный день открытых дверей, когда будет показано, как вот, собственно, школа функционирует. Ну, всех подробностей раскрывать не буду, просто скажу, что следите за анонсами, будет интересно, ну и, конечно, возвращайтесь завтра и берегите себя православным.